Вы являетесь грамотным сотрудником полиции? Вопрос по существу дела, пожалуйста, задавайте. Ваша честь, он на самом деле по существу, кто являлся организатором мероприятия? Я вроде все пояснил, по всем бумагам начинают уведомления, организатором будет прописать себя там. Еще раз тогда спрошу, вы грамотный сотрудник? Я считаю, вопрос не просит. Повторюсь тогда, кто являлся организатором мероприятия? Вы знакомы с материалами дела? Геннадий Ильич, вот это уведомление предельное мероприятие, оно вам не подписано, вам не направлялось? Посмотрите, пожалуйста, его еще раз, прочитайте внимательно. Если вы грамотный сотрудник, может быть, у вас хватит ума понять, кто являлся организатором мероприятия? Повторю свой вопрос, кто являлся организатором мероприятия? Я ответил. Геннадий Ильич Домашев. Поэтому да, я считаю, что вы относитесь к тем сотрудникам, которых надо гнать поганой метлой из полиции, потому что вы безграмотный сотрудник, по моему мнению. Я буду так говорить, потому что я выражаю свое мнение. А прокурора сейчас не спрашивали. Я понимаю, что не спрашивали. Прокурора не спрашивали. В данный момент я разговариваю с сотрудником полиции здесь. Еще раз, смотрите. Посмотрите внимательно уведомление. Посмотрите внимательно уведомление. И в нем конкретно написано, что организатором публичного мероприятия 1 июня является движение вместе, общественная организация. Если вы этого просто не понимаете, еще раз говорю, вас надо гнать поганой метлой. Это раз. Являясь председателем данного движения, я, естественно, подписывал от имени движения данное уведомление о проведении публичного мероприятия. В дальнейшем, являясь председателем движения и воспользовавшись своим правом, как заявитель и как председатель движения, я заменил уполномоченное лицо в связи с моим арестом и невозможностью находиться на публичном мероприятии и, соответственно, организовывать его на Анатолия Грязнова, который является заместителем председателя движения. Поэтому внимательно научитесь читать документы, будьте более грамотным сотрудником, и, может быть, вас нужно будет оставить в органах. Хотя я в этом сильно сомневаюсь.